Хэппи Пи Си Компетишн 2023, первая история, официально объявлена, открытый! Приветствую, дорогие друзья, это второй ролик из серии про наш Хэппи Пи Си турнир. Сегодня мы с вами посмотрим самые мощные компьютеры. Их было немного, друзья, к сожалению, всего 5 участников. Я надеюсь, что на следующих турнирах и будет побольше, но тем не менее мы зафиксировали определенный рекорд, к которому можно стремиться. Приятного вам, друзья, просмотра. Не забудьте подписаться на канал, ну и написать в комментариях что-нибудь добренькое, оно будет очень приятно. Погнали! Ну что, друзья, вторая номинация нашего сегодняшнего турнира это самый мощный ПК. Та номинация, которая пугает абсолютно всех, потому что здесь, к сожалению, не имея кучу денег в кармане, выступить практически невозможно. Потому что, друзья, топовое железо на сегодняшний момент стоит абсолютно страшных сумм. Но у нас есть целых 5 претендентов, которые готовы зарядить свои машины и показать, на что они способны. Итак, как у нас оценивается наша номинация? Она оценивается в производительности Superposition Benchmark. Это тот бенчмарк, который напрягает абсолютно всю систему. То есть у тебя может быть самая топовая видеокарта, но при этом слабый проц, и она тебе не вывезет. То есть здесь сумма мощности железа очень сильно важна. Тем самым будет интереснее посмотреть. Сейчас мы зададим определенную планку. Поставим так называемый рекорд наших соревнований. Я надеюсь, когда мы в следующий раз будем проводить, этот рекорд уже будет висеть, его нужно будет преодолевать. То есть сегодня мы с вами зафиксируем какой-то крутой результат. Давайте всех поддержим, друзья, кто сегодня выступает в этой номинации. Представься еще разочек и расскажи, что у тебя за ПК. Всем еще раз привет. Меня зовут Илья. Данный компьютер собран на платформе AM4. У нас здесь видеокарта 3090. Оперативная память Corsair Vengeance RGB Pro 4000 МГц. И процессор Ryzen 5900X. Как ты оценишь свои шансы на сегодняшнюю победу? Когда ты глазком посмотрел на столик ПК. Ну так, да. Но по крайней мере данный компьютер покажет, что 30-я линейка еще не ушла в утиль. У нас будет три, друзья, попытки, три прогона. Если ты недоволен своим результатом, ты можешь еще раз прогнать и выбрать самый лучший. То есть если будут где-то спорные моменты, мы берем по самому топовому результату. Так, представься еще разочек, расскажи про свой ПК. Ребята, еще раз привет. Здесь у нас AM5-я платформа, полностью красная сборочка. 7800X3D. Оперативка 6036, 3876, 7900XTX. Фантом гейминг перепрошитая с помощью ребят из Увикона, перепрошитая на биос Аквы Экстрим. Ну вот так, как-то так. Ну и все это на воде. Попробуем что-нибудь исполнить. Попробуем наказать 4080 сегодня. Ты единственный, который полностью красная сборка здесь сегодня. Да. То есть будешь бороться против Экстрима и GeForce. За лизочку будем су отдуваться. Ну давай посмотрим на что способны. И конечно же оцените просто, тут абсолютно полностью водяная система охлаждения с контурами. Ну красиво. Красиво смотрится мощь. Надеюсь это ему поможет. Но я так скажу, против 4080 и 4090 не так-то много вариантов. Ну 4080 мы постараемся сегодня наказать конкретно. А 4090, ну в цена-качество можно будет упороться. Ну увидите наглядно по баллам, как это будет, разбив там карточка за 100 тысяч и за 200 условно. Отлично, отлично, хорошо. Готовься, готовься. Юный боец Иван, что ты скажешь? Про сборку в целом вообще ничего не скажу. Какой-то там огрызок от Жигуля, стекло, серванта. Не знаю, я все что нашел, я собрал как бы вот. Водянка от Сепи, репух. Вот подсветка Хэппи Писи с любовью. Ну вы поняли, да? Что за железо? А, 4080 гейм-рок, 13700 киев под водяночкой. Отлично. 64 гигабайта оперативной памяти Kingston Fury Beast. Ну там чуть-чуть разогнано, до пяти с половиной, ну и все в принципе. Я не гнал, а это важно. Твои шансы на победу, как ты чувствуешь? Плохо. Плохо. Зато и искренне, да? Тут главная часть, спасибо дружище огромное. Так, ребята из Ким Кум, давай расскажи, что у тебя. Так, ну смотрите, ребята, сразу. Мы мощностями нашей компании не пользовались и собирали железо по сусекам с каждого сотрудника. Серьезно? Серьезно, почти все сотрудники остались без железа и вот сейчас сидят и мобильным геймингом занимаются. Соответственно, здесь у нас RTX 4090 гейм-рок, 13900 киев, мамка Z790 Apex, память G-Skill Trident Z5 на 8000 МГц, 48 гигабайт, но она не завелась на 8000 МГц. Удивительно, да? Да, 7200, да, Лех? 7200. Ухитрить. Леха приехал, как техник, чтобы нажать Run здесь. Вот. В целом, водичку мы поставили от AD Cooling Space, одна из новых водичек у них. Вот посмотрим, как она охлаждена. Еще раз, что запрос ты сказал? 13900 киев. 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 Хорошо. Не киевс. А киевс есть 13900? Да. Так и есть, да. Надо было 14-ю поставить. Что ж, ваши шансы на победу, как ты чувствуешь? Ну, в троечку залетим. Я так понял, единственное с 4090 еще у вас. Да. Соответственно, мы можем... Ну, посмотрим. У вас вопрос такой. В разгоне что-то? Что-то в разгоне. Ну, не точно. Отлично. Да. Ага, красавцы. Пойдем. И у нас пятая, как говорится, пятая. Самая дешманская сборка. Да. И здесь я сразу заранее скажу, это сборка. Клиент позволил, потому что эта сборка как раз собралась перед... Так уж вышла перед соревнованием. И мы предложили, не хочешь ли ты придет участие. Поэтому в данном случае здесь уникальная конфигурация из двух RTX 4090 Liquid от MSI. Тем самым, конечно, это не особо добавляет фэпосов в вашем задаче. Но виду сборки придает угрожающий. Здесь 13900К. И, конечно, с точки зрения производительности мы будем улетать куда-то далеко. Но 128 гигабайт оперативной памяти. Естественно, на более низкой частоте заметно. Здесь ничего не трогалось. То есть это аппарат в стоке. Очень интересно будет посмотреть, как себя стоковое железо чувствует, допустим, против ребят там с разгончиком. Поэтому пять конкурсантов. Я предлагаю сейчас нагрузить нашу проводку на полную катушку и запустить бенчмарк. Приготовьтесь, ребята. Сейчас будем давать отчет. Волнительный, друзья, момент. Все на готове. У нас суперпозишн. У каждой стоит 4К-оптимайз. То есть в 4К у нас будет он тестироваться. У каждого свой объем оперативной памяти. И тем оно интересней. Перед тем, как мы начнем, еще раз скажем отдельное спасибо нашим спонсорам. Благодаря которым вообще все это у нас происходит. Давайте посмотрим в зоне 51, друзья. Друзья, знаете, какой самый крутой российский бренд по производству компьютерной мебели и периферии, который зарекомендовал себя как образец качества, надежности и честной цены? Правильно, это Зона 51. Эти ребята представляют эргономичный стол нового поколения. Зона 51. Платформа Pro, который оснащен по последнему слову хай-тек для мебели. Платформа Pro 160 оснащен уникальным интегрированным хабом, который включает в себя 3 USB Type-A, 2 USB Type-C, 2 HDMI, карт-ридер и LAN-порт, а также беспроводную зарядку на 15 Вт. В основе стола мощная стальная рама, которая обеспечивает надежность конструкции и также имеет регулировку по высоте 70, 75 и 80 сантиметров. А также у нас, друзья, корзина для кабель-менеджмента, чтобы вы спрятали все свои проводочки. Уникальный паттерн во всю ширину столешницы – это не просто красивое изображение, но также крутые отсылки, в которых вы разберетесь уже сами. А для тех, кто хочет максимального контроля, в столе реализована RGB-синхронизация с популярными системами вроде Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome синхронизация. Это позволяет придать единый стиль всей игровой системе. В нашей компьютерной мастерской целых 10 таких столов и, надеюсь, они будут у вас. Ссылочка в описании. Кулер-мастеру, ребятам из Кинком, Креативу, Born2B, огромное количество ребят, X-Line, здесь куча призов. Это же не просто так все, у нас есть кубки, медали и огромное количество призов, которые так или иначе кому-то достанутся. А учитывая то, что участников не так много, то шансы есть у всех, парни, что-то урвать. Вы готовы положить проводку прямо сейчас? Давайте поддержим, поддержим еще раз участников, давайте. На старт, друзья, на старт, внимание, погнали, врубаем суперпозишн в 4K Optimize. Вау, посмотрим, посмотрим, у кого оно отрисует, у кого оно берет. Лоудинг, лоудинг пошел у всех. Это... Так, ну что, пошла жара. Пошла жара, давай. Пошла жара. Так. Лоудинг. Пошла жара. Итак 17 не объявляйте результат молчим. Ой ой ой. Вань ты как? Отличный от отличный набор. Что тут у нас происходит на самом мощном.. Ты на второй прогон погнал? Да, имеешь. Так, есть. Три раза прогон. Так, у нас 30-я линеечка. 30-я линеечка борется. Пойдем. Никита, ты что, выключил комп? А первый прогон показать? Что, исполнили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень близко. Итак, друзья, у вас еще есть два прогона. Вы можете спокойно, мы фиксируем сейчас лучший результат. Да, посмотрим, что у вас получится. Это тот случай, когда ты немножко перегнал, да, мужик? Что у тебя произошло? Я пытался разогнаться, но врезался. Видим какие-то небольшие артефакты. Ну что, я думаю, надо перезагружать это дело. Это просто... Все, пошел перезагрузку. Артефакты сейчас 4080. У тебя еще есть шанс. Пошло. Перезагрузилось. Давай, у тебя еще есть две попытки. Наартефачил себе РТХ-4080. Парни тут уверенно, уверенно, не волнуются. Уже не уверенно. Уже не уверенно, да? Уже не уверенно. Я говорю, я больше... Китайский бутыл. Сейчас было не выжимано. Почему бы не... Начинается, Никитус, давай, давай, давай. Минимальный FPS. Здесь не 80 тысяч. 8 тысяч, надо так же. Никитус, ну что у нас? У нас будет побольше. Там, может, там еще чуть-чуть. Я отключил эфишный секорт. Отключил две планки. И разогнал четыре дюка. Ну это так. Для второго прогона посмотреть. Через третий даст мне больше информации по второму прогону. Хорошо. Давай. Это еще на шамане. Какая? Смотрим результат. Рома, давай, есть. Друзья, посмотрите на этих серьезных ребят. После первой попытки у меня такое ощущение, что они думают, что они победили. Но вот этот вот момент очень сильно напряг Никитуса. Он начал что-то твикать в Биусе. И, по-моему, у нас нет изображения сейчас, да? Он пустится долго. У меня 2.40.90. А, ну да. Дай ему, пожалуйста, шампортить. Сейчас, я так понимаю, идет очень плотная борьба между 2.40.90. Причем трех даже 40.90, потому что там все-таки задействована одна. И между KF и просто K, по-моему, процессором. То есть просто очень жаркая и плотная битва. Интересно, кто же все-таки займет первое место. Но эти ребята выглядят уверенно, действительно. Вся надежда, вся надежда на Никитоса. Сможет ли он преодолеть? Прогнали второй. Еще второй. Что, больше? Больше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, парни. Ну это прям по чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну фиксируем ваш результат. Хорошо. Никитос, Никитос, выжимай. Выжимай. Самый напряженный момент, друзья. Прямо сейчас у Никиты остается последняя попытка прогона Superposition. И результаты настолько плотные, что мне даже их страшно объявлять. Но, во-первых, KingComp уже не такие веселые, как я сказал. Вот они сейчас прогоняют там в четвертый раз. Мы подумаем, засчитывать это или нет. Но там вся команда собралась на нервах. Где Ваня? Где Ваня? Ваня, иди сюда. Я ведесусь. Да. Что ты скажешь про свою команду? Как они сейчас отрабатывают? Нравится? Видишь? Видишь, на эмоциях все нервничают. Ого-го! А потом все. О, краш. Оп! Закрашился? Крашил. Крашил. Так. Ну что? Есть? Я уже тоже. Все. Так, объявляю. Финалочка запускается. Смотрим и объявляем, так сказать, на награждение победителей. Этого всего происходящего. Но сочно. Сочная ситуация и очень напряженная. А что ты сделал? Ты, получается, высунул две планки, правильно? Да. Что еще сделал? Разогнал видеочип? Да, чуть-чуть разогнал видеочип. По-моему, это был Краш. Ты меня показал. Да, это Краш был. Так, ну тут это уже просто финальные эти. Никитос борется за жизнь. Давай, красавчик. Третий прогон остается у Никитоса. Кинг-ком почему-то улыбки с их и лица пропали. Что случилось, парни? Что такое? Ну, давай. Гоните, гоните. Чит на видеоке я разогнал, теперь осталось память. Так, хорошо, посмотрим, посмотрим. Вань, Вань, что ты думаешь про своих ребят? Я весь на эмоциях, я пока не знаю, что думать. Отлично. Время покажет. Так, ну, кто техник, кто техник, кто 20-то будет? Посмотрим. Все камни в него я пошел. Ну да, 270 ппс ни о чем. Вообще. Картинка фризит. Играть невозможно. Отлично. Идем, идем. Сейчас, скажем так, выстроились, выстроились момент. Так же обязательно, у нас была битва между, что у тебя? 7900 XT? Да, XTX. XTX, да. И 4080 от Полит. Кто по итогу? Просто, просто разрыв, я так понимаю, да? Все, у вас оставляем, но тут связка. Вань, что произошло? Как так вышло? Да я его столько раз покрашиваю, что он мне даже чудо теперь на него смотрит. Ой, 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 ой. Что ты мог сделать? Ну, красавчик, Кен. Вот она, в мире третья можно, если посмотреть. Подожди, стоп, твоя третья в мире, где ты? По 7900 XTX, вот этот список, ну, по общему, по оверолу. Где ты? Она не дает комперить результат, ну, и загрузить не может. Но вот, можно смотреть, если вот это первая, вторая, и вот между сейчас второй и третьей, вот этот результат. Офигеть, то есть это ты в мире эту видюху, эту связку бахнул? Красавчик, вот я понимаю. Ну, это Витьку, спасибо. Да, да. Это Витьку, спасибо. С их чудо-программатором получилась сети. Как красота. Давайте друг другу поаплодируем, тем мощным компом прислали. То есть у нас есть сейчас, друзья, абсолютный рекорд Happy PC Competition. Мы его зафиксируем, и эта планка, ту, которую вы будете уже преодолевать в комментариях, говорят, да мой комп может больше, но, кажется, привозите его лучше на второе соревнование. Поэтому всем спасибо, друзья, переключаемся на награждение. Так, друзья, самый мощный ПК мы сейчас будем награждать. У нас есть третье место с результатом в суперпозишине бетчмарке 27352 занимает Никита Иванюк. Где ты, Никита? Приехал с Москвы специально для того, чтобы забрать эту медаль. Ходят легенды, что сам Виктор Веклич разгонял его комп, но это ему не помогло, друзья. Но, тем не менее, третье место он также забирает. Он получает у нас беспроводные уши от Creative. Мелочь, а приятно. Я тебе так, все равно не такая уж и мелочь. Офигенный олеофобный коврик. Ну, конечно же, эксклюзивную сумочку от Born to Be. И, если вы там посмотрите, ну, как бы, ну, все по красоте должно быть. Ну, и полный комплект того, что если все-таки ты сегодня пропотелся как следует. Медаль вот так. Есть. Я знал, что он что-то заберет. Красавчик. Не зря приехал. Друзья, самый мощный ПК. Второе место. Занимают... Это не один парень, это целая команда, я так скажу. Ребята из Кимкомпа! Давайте! С результатом 36 117! Да, это двоечка. Давай, у нас техник есть, тебе медаль. Блин, я не знаю, что вы сделаете с этим рюкзаком, но он, как бы, придется побороться. Так, прошу вас. Колонка офигенная, олеофобный тоже коврик. Ну, и хотя бы носки для капитана вашего судна вы обязательно передадите тоже. Давайте еще раз поздравим ребят! Второе место. Красавцы! Сделали! Как бы это забавно не звучало, сегодняшний победитель по самому мощному ПК, это человек, который заказал у нас ПК. Так оно и получилось. Никитос его немножко разогнал, но первое место. Выходит Никитос, раз ты уничтожил, ребята, с Кимкомп в чем-то в разгончике. С результатом 36484 совместно с Лысенко Александром, который... Я очень поздравляю, кстати. Да. То есть вы представьте себе ситуацию, клиент заказал ПК, с его разрешения, безусловно, он говорит, я не против поучаствовать, но поскольку приехать не может. У нас представитель был Никитос. И он, помимо того, что собрал ПК, получает сразу кучу бонусов и призов себе вдогонку, когда ему комп приедет. Поэтому просто Александру все раз поаплодируем и отправляется ему кубок за самую мощную ПК. На тебе. Давай мне. Никитос. Да, но, что тебе сказать, тут всего на свете, я думаю, мы просто потом ему передадим. А сразу на склад неси в коробку. Да, пусть так и будет. Вот так вот, друзья, вышло то, что победителем этой номинации стал, по сути, наш клиент, который позволил использовать его компьютер в этой битве. Грех было, скажем, не использовать такое мощное железо, чтобы посмотреть, на что оно способно. Как я сказал, надеюсь, что в следующие разы побольше придет народу со своими мощными компами, чтобы в лоб в лоб посоревноваться. Огромное спасибо еще раз ребятам из Кинкомп, друзья, которые привезли свое мощное железо. Именно оно составило вот эту драматическую битву, которую вы сейчас посмотрели. Ну и спасибо большое всем тем, кто поддержал, и прежде всего, друзья, вам, зрителям. Ждите теперь, у нас остается третий ролик. Третий ролик получился, как мне кажется, самый такой боевой, там было больше всего участников. 11, по-моему, человек притащили свои компактные компьютеры, чтобы посоревноваться на самый мощный компактный ПК. ФПС на литр. И там тоже было очень-очень интересно, поэтому подпишитесь и ждите. Скоро он будет.